Ребята, на моей майке написано закусенец, а это значит, что я снова смотрю сториз. Оля Цибульская сегодня. Самая поющая ведущая мне написали. Я не знал, что Оля поет, и слава Богу, мне кажется. Оль, ну такие дела, да. Ну, есть нюансы с приемом воды, безусловно. Обратная сторона медали, так скажем. Хорошо, что ты делишься этим со своими подписчиками, это здорово. Вообще, ребят, если вы ведете Инстаграм, обязательно рассказывайте, сколько раз вы ходите в туалет, чем вы там занимаетесь во время того, как вы писаете или какаете. Это очень интересно и здорово. Ты знаешь эту легенду, что принцессы не какают? Так вот, девчата ходят писати по двое, потому что одна писает или какает, а інша делает шук-шук-шук-шук. Я знаю лично таких девочек, которые так громко писают и какают, что там шук-шук-шук не обойдешься. Там надо делать... А, это шум моря. Вот я не дослушал, это шум моря. Ребят, наконец-то мне все понятно. Очень часто же в ресторанах общие туалеты, вот просто три кабинки, и там и мальчики, и девочки. Я бывает захожу, но думаю, ну блин, откуда здесь море? Просто из соседней кабинки. Даже хотел монетку бросить через дверь, чтобы вернуться. Можно позбавлятись, как только ты научишься грамотно писать. Так, какие еще же на чьи питания? Я хочу, чекаю. А, это она спросила. Я сейчас понял, я же не пользовался тоже. Я как Джамалы. Не разобраться в Инстаграме теперь называется «дать немного Джамалы». Короче, я не поняла, не разобралась какая-то вся фигня с ответами. Работает. А взагалі не треба спешати, бо можна і аличи за ванну з дерева наїстися, і тоді буде шо? Правильно, срачка. Подождите, 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 почему Оля каждый раз, на каждый вопрос? Либо у нее поссать, либо посрать. Ну, можна спробувати переконати свого хлопця, що схильниць до зраду – це як понос. Воно нападає, а потім проходит. Оля Цибульська живет в парадигме дефікації. Це як понос, воно нападає, а потім проходит. То есть Оля рассматривает все бытові вопросы через призму кала. І, головне, не так весело от этого. Понимаєте, на самом деле я считаю, що саме важное в жизни человека – це бути счастливим, веселиться, получать удовольствие от жизни. Якщо Оле нравится все видеть, так скажем, коричневых тонах, і це її веселіто радує. Пожалуйста, Олечка, пожалуйста. Тільки не треба потом писати у себе в інстаграмі, що наша программа тебе обосрала. Ребят, наконец-то кумір моєго детства. Человек, который заставив мені в перший раз подрочити. Ладно, ладно, другая подводка. Я не знаю, хто это. Просто Киркоров? Тищенко. Ребят, Анна Семенович, мисс Бюст РФ. 1,7 млн. подписчиков. Я і забыл, що она существує. Интересно, як она виглядит? Ведь, коли мені було 15 років, вона вже була такою милфятиной. Іду я, значит, во дворе на урок вокалу. Ну, іщу эту дверь, де вокал. Да, конечно. Анну Семеновичу время потрепало. І тут, значит, люди идут. І вдруг вони такі... Я думаю, ну неужели я такая страшненькая, що вони так мені реагують? І як будто привідіння. Девочки, пожалуйста, не делайте так. То, що ви випрашиваєте комплименты в личку, це супер низко. Пожалуйста, імейте достоинства. Тим більше, якщо ви більше-менее выглядите, як Аня Семеновича. Ладно, її потрепало время. Але кого із нас оно не потрепає? Время безжалостна. Ана не остановилась даже перед Гитлером. А уж тот держался молодцом. Я себя очень люблю, я себя просто обожаю. Накрасилась другой человек сразу. Ну это ж прям еще можно назад в строй. Аня, добро пожаловать. Я считаю, что если человек себя сам не любит, то его никто никогда не полюбит. А меня, мне кажется, благие любят. Но меня любите, мурмур. Что это за комплексы? Это что надо обязательно подтверждать каждый раз. Я представляю, как заебался Анин мужик. Это вообще. Вы знаете, если вы там где-то работаете, на тяжелой работе, или у вас чуть-чуть странноватая девушка, которая говорит с утра, Мусик, а ты меня любишь? Вы не заебались, как Анин мужик. Ему надо дать какой-то орден, как самый заебавшийся первой степени. Вы меня любите, мурмур? Ребят, такого у нас еще не было. Доктор Оксана Апсипян. Вот просто у человека написано, чтобы вы понимали. Стилист, потом ногти, потом макияж, потом ресницы, косметологии и татуаж. Ребят, это Чувиха с Дома 2 из Москвы. Триста, две тысячи подписчиков. Ну что, наша студия уже готова, уже почти готова. Наши волшебные феи здесь будут помогать. Сейчас приводить пора, да, девочки? Знаете, еще никогда волшебные феи не выглядели так удрученно, мне кажется. Будем все подготавливать, да, когда-то ждем и днем. Итак, самое вкусное кофе в торговом центре Вегас. Данкин Дункин. Данкин Дункин. Данкин Дункин. Данкин 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 Дарья. Заходим, приходим, покупаем. Это лучшая реклама. Если нас смотрят представители из Кока-Колы, они могли бы обратиться к Оксане, и она бы сделала им супер рекламу. Ребят, Кока-Мока, Кока-Лока, стакан, пей, нравится. Данкин Дункин. Данкин Данкин. Ребят, звезда в шоке. Завтра открыть, я нервничаю. Знаете, мне вот кажется, вот девушки, которые курят кальян в сторис, это те девушки, которые хотели бы в сторис сосать член просто. Так как Инстаграм, к сожалению, ограничивает этих девчонок в их правах к демонстрации минета, им приходится просто... Привет! Привет, Паша Бумчик возвращается в нашу передачу. У малого уже 557 тысяч подписчиков. Интересно, что он нам подготовил в этот раз? Кот, ты бухой, иди домой. Китя! Котя! Знаете, если бы у этого кота был вот такой маленький пистолетик, он бы вот так взял свою маленькую лапку, открыл бы свой ротик и вышиб бы себе свои котячьи мозги. Китя! Котя! Ты черепашка? Я таких котов в жизни не видел. Он реально не хочет жить. Он просто смотрит в сторону вот так. Китя! Котя! Паш, пожалуйста, прекрати издеваться над котом, потому что он возьмет своей лапкой маленький ножичек, придет к тебе и отрежет тебе твои маленькие яички. Вот что? Что? Король! Король с нами! Филипп! Мать его, бедросовички и коров. 2,4 миллиона подписчиков у него. Ребята, давайте просто как бы аккуратненько констатируем, все же речь идет о таком человеке. Филипп и погнулся. Ребят, ну я не знаю, человек стал раком, бьет себя шлепками по заднице. Если бы, не дай бог, Паша Бумчик вчера умер, я бы решил, что Паша Бумчик переселился в Филиппа Киркорова. Вам нравится? Кто? Рубашка. Рубашка. А Филипп привык, что ему все время хуй на блюде подносят, просто измрашивают. Вам нравится? И он так смотрит, вроде нигде, нигде нет. Кто? Лола Тейлор? Ребят, я должен объяснить. Я ж не знал, что она профессиональная порно-актриса, что попка у нее не затягивается, скажем, из-за ее деятельности. Я-то думаю, она обычная, блядь. Хоть бы он не спалил, хоть бы моя попка стянулась назад. Ребят, на самом деле, отличить порно-актрису от бляди очень просто, хоть я и запутался. Если во время того, как вас трахает рандомный мужик за деньги, вас при этом снимает оператор и работает профессиональное освещение, значит, что вы актриса. Если нет, вы, блядь. По традиции вернулась домой. Блядь, у меня такая хуйня с еблом просто. Зайчик, у тебя не так много отверстий, побереги их, тебе же разворотят все. Ладно, там задница и не стягивается, ничего страшного. Туалет вообще, слава богу, на каждом углу добежала, бум и все. А рот-то тебе еще пригодится. Купила себе кальций, а побочное действие, тошнота, рвота, диарея. Ну, конечно, с твоей не стянувшейся попкой, с диареей тебе лучше не встречаться. И я понимаю, что это сложно, сейчас я все сложно наговорил. Давай я покажу на пальцах. Смотри, ты и твоя не затягивающаяся вечно попа и диарея. Вы должны быть... Купила себе кальций, а побочное действие, тошнота, рвота, диарея. А что делать? Такова судьба. Мне нравится, как философски она к себе относится. А что делать? Такова судьба. Это просто Анна Ахматова нашего времени. Диарея это ладно, а тошнота, рвота... Ну, ладно. Диарея-то ладно, быстро согласилась, знаешь. А потом подумала так немножко над тошнотой, рвотой. Ну, в принципе, тоже ничего нового. В случае Лолы Тейлор, это профессиональные недуги, которые просто происходят с тобой, когда ты работаешь порно-звездой. Отпечаток. Господи, я уже начал просто подозревать, что диарея случилась раньше времени. Ребят, а дальше у нас Кирилл Скачков. Этот человек обожает сидеть на унитазе и рассказывает, что выходит и входит из него в этот момент. И прошу меня простить, я чуть было не упустил основное правило жизни Кирилла. Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим. Смотрим. Хотя я думаю, что все это проходили, когда идет один какает, потом сверху бумажечку, потом идет следующий тут же бумажечку, и получается такой чуть-чуть Наполеон. Ой, а как будто потом в попку упираются. У них полная ванна воды. Получается, что они на самом деле просто хотят сделать этот Наполеон. Это такие хозяйки 2018. Они строят эту вавилонскую дерьмобашню, чтобы однажды, присев на унитаз, почувствовать, как этот медовик, как эти графские развалины, киевский торт, в зависимости от того, кто чем питался. Коржи разные, понимаете? Упирается тебе в пятую точку. Получается такой чуть-чуть Наполеон. Смывайте за собой вашу мать, это обязательно. Не надо выпекать Наполеон. Это не духовка, это унитаз. Блин, выпуск получается, конечно, полностью о дерьме. Простите, я вообще здесь ни при чем. Я не могу ничего другого сказать. Я как бы зеркало, я только отражаю то, что мне дают. После вчерашней спецоперации сегодня норка работает идеально. Никаких не задержит ничего. А он же прямо сейчас на унитазе сидит. Я очень благодарен руководству Инстаграма за то, что они не добавили запах в это приложение. Это вызвало бы две основных проблемы. А. Джамала бы не разобралась. Короче, я не поняла, не разобралась, как эта вся фигня с ответами работает. И. Б. Каждая вторая сториз воняла бы дерьмом. Вы сейчас смотрите и думаете, Кирилл, ты же модный трендсеттер, ты же властелин этой планеты. Почему ты так хуево выглядишь? Смотрите. Сейчас я закрою, и откроется перед вами совсем другой человек, как провинцесса. Не сработало. Ребят, а у нас Региночка Тодоренко. 4,6 миллиона подписчиков. Наша девчонка-одесситка. Вот так вот. Песня. Айфон 10. Айфон 10. Почему они вставляют эту идиотскую маску постоянно? Это просто очень плохо. Вы как будто мертвые, вас убили индейцы и положили монеты вам на глаза. Айфон 10. Кто бы подарил? Кто бы подарил мне его? Айфон 10. Я, наверное, дам. Я, наверное, дам за него все. Ребят, кажется, у вас появился шанс. Но, если честно, я раньше думал, что девочки действительно бедненько живут или еще что-то такое. У них не получается заработать на этот новый айфон или жалко денег. И айфон очень хочется. И поэтому они там спят с мужиками за эти айфоны. Но поверьте мне, поверьте мне, у Регины пост в инстаграме стоит 5000 долларов. У нее этих постов каждый день. И кроме этого, она работает там, работает сям. У нее куча всяких доходов. Регина зарабатывает сумасшедшие деньги в месяц. И при этом она просит подарить ей айфон за 900 баксов, предлагая, как бы, вроде бы не всерьез, а там хрен его знает. Я, наверное, дам. Я, наверное, дам. То есть, вывод такой. Девочкам просто нравится трахаться за айфоны. Вот в чем дело. Я, наверное, дам. Может, у нее кэшфлоу, я не знаю, плюс 30 тысяч долларов в месяц. Да пойди себе и купи этот айфон. Нет. Хочется снять с себя трусы и почувствовать себя настоящей шлюхой в стиле Apple. О, моя любимая маленькая девочка, актриса сериала «Школа» Анна Тринчер. Кстати, кто не знает, она еще была суперфиналистом шоу «Голос Хараины 8». И еще Анна Тринчер очень любит животных. У меня такая фигня сегодня, что я не могу никого лайкать. Нет, вы посмотрите, что за при... Почему все одну и ту же эту маску накладывают? Ребят, ребят. Мне пишут, что у меня какая-то проблема. Я так скучаю за лайком. Полайкайте меня, чтобы мне не было грустно. Анечка, Анечка, у тебя проблемы с Инстаграмом. Я знаю, кто может тебе помочь. Пока ты маленькая, ты еще сама не можешь справиться с этим вопросом. В нашей программе есть специальный человек, который разблокирует все аккаунты в Инстаграме. Это Шер Марина. Я насосала. Вернули мой Инстаграм. Ладно, не буду так записывать, потому что это мои эмоции. Шер Марина может отсосать 100 членов подряд, и у тебя все назад разблокируется. Напиши. Ну и то, конечно. Шер Марина, я думаю, график расписан на полгода вперед. Что? Елена Филонова? Она себя называет девушка-бренд. Я не знаю, что это значит. Вообще, она телеведущая нового канала Страсти по ревизору и Абзац. У человека четверть миллиона подписчиков. 251 тысяча. Зашла в ресторан Бокаччо. И рядом за соседним столиком сидят, ужинают. Все, на что я могу смотреть в этой сторис, это то, как лохматятся волосы у нее на голове. Девочки, пожалуйста, напишите в комментариях, что нужно сделать с этими волосами. Помыть их там, я не знаю, специальным способом каким-то. Или как-то посушить. И рядом за соседним столиком сидят, ужинают китайцы или японцы. Простите, я просто точно не разбираюсь. Ребята, если вы точно не разбираетесь, это китайцы, корейцы или японцы, говорите просто азиаты. Камон. У них такая порция огромная. Если вдруг в конце видео вы услышали хруст, это был краб. Ведите порцию. Что это за новый ревизор, который ходит в рестораны и просто снимает, что едят другие? Видите, какой бургер? Видите? Кажется, точно это картошку принесли. Блин, они столько пьют. Офигеть. Да, вот это жажда у людей. Ого, салат. Я просто не знаю, как вам еще ближе показать. В общем, поверьте, там все морские гады собраны. Да блин, что ж такое-то? Очень жаль, конечно, что нельзя поближе посмотреть. Я просто хочу вам как-то аккуратненько это показать. Я не знаю, как это сделать. Но там просто морепродукты, и крабы, и мюди, и устрицы, и все, что хотите. Ребят, просто представьте себе, ты японец, видимо, богатый человек. Прилетаешь в Украину, просто заказываешь себе еду, сидишь, ешь, и просто боковым зрением начинаешь замечать, как... Ведите порцию. Я просто не знаю, как вам еще ближе показать. Пожалуйста, кто-нибудь пригласите Лену поесть. Я уже так назагоралась и проголодалась, что пора, наверное, перекусить. В этом-то и плюс шортов на резинке, что их всегда, какой бы жирной это ни была, можно еще немножечко оттянуть. Она растягивается. Ты берешь просто раз. Девочки, у меня к вам вопрос. Хотели бы ли вы, чтобы я записала видео, какие упражнения я делаю в море для того, чтобы поддерживать свою фигуру стройности? Лен, да всем понятно, какое ты делаешь упражнение. Это упражнение называется «На раз открываем рот, на два жуем». Если ты это еще и в море делаешь, скажи мне бы к пирожкам. Рэпер «Всея Украины» Потап, 802 тысячи подписчиков. Как дела, как дела, как дела, как дела, ла-ла-ла, как дела, ла-ла-ла-ла-ла. И вам хотите, вы не хотите, придется переносить приступы моего хорошего настроения. И что самое приятное, пение. Две дороги, две дороги. На перекрестке двух дорог. Ма-на-на-на-на-де-те-де-я. Ма-ля-ля-ля-ля-ля. Две дороги. Как говорит мой друг, Две дороги покажут. Потап, пожалуйста, мы тебя очень любим. Давай не больше двух дорог. Не больше. Просто две дороги, ладно. Ты взрослый мальчик, знаешь, что делать со своим носиком. Но не больше. Дарья Друже. Или Дарья Друже. Какая-то странная блогерша. 204 тысячи подписчиков. Знаете что, вот я сейчас посмотрела и поняла то, что подумала вернее. Я поняла то, что у меня давно не было шопинга. Господи, какой же это все-таки по нопчику. Это реально просто цирк. И сейчас на сцену вышли клоуны. Типа, именно, вот я никуда не выезжала, чтобы там что-то покупать. Вот кроме там мебели или что-то такого. Блядь, потому что я нахуй не ношу, блядь, одежду, которая продается в обычных магазинах. А какую же она тогда носит одежду, которая где продается? В аптеке? Ну, типа, мне сложно выбрать. Я не хочу выбирать то, что носят все. Я еще не хочу. Извинить, извинить. Не знаю, мне легче заказать одежду. Мне нравится, что она думает, что мысль была такая глубокая. Ну, такая глубокая была мысль, что ее уже повторить, конечно, ну никак не получится. Поэтому даже то, что она прервалась на короткую отрыжку... Извините. Знаете, давно этого не было, хочется. Шопинг. У тебя много чего давно не было. У тебя давно не было расчески, как минимум. Ребят, Дима, есть ли у вас хоть капля человечности Билан? 2,6 миллиона подписчиков. Че это? Видел? Я, собственно, и сказал. Ой, сказать я тебе чего, могу только зевнуть. Я устал. Че-то я устал, не знаю, че. Ребят, мне даже уже нечего еще саги рассказать. Я тоже как-то подустал. У нас, тем более, закончились сторис. И мы с Димкой отправляемся отдыхать. Пока. Футболка. Слушай, ну, конечно, это еще не все. Я же обещал рассказать вам, как получить вот такую футболку. Для тех, кто не знает, посмотрите первый выпуск Дурниф смотрит сторис и поймете, к чему это надпись. А для всех остальных рассказываю. Вы должны подписаться на наш канал по ссылке внизу, поставить лайк этому видео и написать комментарий. Любой комментарий, можете написать все, что хотите. Среди всех, кто выполнит все эти условия, мы разыграем вот такую футболку. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok